Русское поле. Вот эта дорожка ведет нас к Лужецкому-Ферапонтовому монастырю Можайска. Мы на крайне города. На высоком берегу Москва-реки Ферапонт Белосерский основал этот монастырь. Вот такие луга. Он так и называется Лужецкий, потому что вокруг реки лугов достаточно много. Там кромка леса вдали, русский пейзаж, русская равнина. А на высоком берегу вот этот монастырь. Лужецкий-Ферапонтов монастырь под Можайском. Древний. Начало 15 века. Девушки отдыхают. 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 Чатровая колокольня, пятикупольный храм. На барабане такие световые прорези, как бойницы. Ой, какая древность. Ой, какие стены древние. Сейчас мы посмотрим здесь всё. Ой, какая красота. Ферапонт Белозерский основал этот монастырь в начале 15 века. Он здесь был 20 лет после того, как Кирилл Белозерский монастырь основал. Его пригласил сюда Андрей Можайский, князь Можайский. И вот он сначала на этом месте поставил деревянный храм по имя Рождества Пресвятой Богородицы. А потом уже в 1420-х годах построил вот этот каменный храм. Ферапонт Белозерский основатель этого монастыря Бушетского. Богородицы, членов Рождества Можайского монастыря. Древние стены монастыря Бушетского Ферафонтова. Это уже установленный фигностас, а вся роспись спрятана под штукатуркой, только фрагментами сохранилась. Сейчас посмотрим эти росписи вот там, в проёме окна. Возле синюрта. Можайск, древний город. Вот он раскинулся на холмах и дальше в оврагах, глубокий овраг. И кругом в маковке церквей шпили колоколин, а мы идем сейчас туда, в Кремль. Очень живописно. Такая глубина оврагов. Зоки, лают собаки, поют петухи, себе чут птицы, стрекочут гусенички. На одной из улиц древнего города Можайск. Изображение Николая Укутника. В каждом храме Можайска есть вот такое деревянное изображение с мечом в руках. Девушки отдыхают... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что в одной руке у Николая Мужаевского меч, а в другой держава. То есть крепость в виде державы, которую надо защищать. Я обладаю чудотворной силой, приняв под покров нашу землю и православных. Этот образ является знаком веры и символом покровительства всем угнетенным. К этому образу, в общем, это копия того чудотворного образа, который сейчас находится в картине Третьяковской галереи. Но когда-то к этому образу прибегали цари Иван Грозный, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич и даже Пётр Первый. И здесь в 1837 году был Александр Николаевич, будущий император. Вот вырезан он из дерева. Является точной копией древней чудотворной скульптуры. В храме находятся частицы мощей Николая Кутника. Древний город Можайск раскинулся на холмах, по краям оврага. А там на дне оврага какая-то речка безымянная. Она впадает, конечно, в Москву реку. Вот такой город. Удивительный город, волшебный.